На библейский портал Экзегет поступил вопрос «Лучше ли для малого церковлённого человека умеренность в строгой аскетике». Два несовместимых понятия в одном предложении – малогоцерковлённый человек и строгая аскетика. Строгая аскетика – это то, что является плодом долгой духовной жизни, и, как правило, аскетика находится под контролем у духовника. Я думаю, вообще никакой аскетики у новообращённых людей речи не может быть, а то, что они там соблюдают посты и пытаются соблюдать посты, пытаются читать правила. Но в любом случае, если даже это называть аскетикой, то лучше посоветоваться со своим духовником. Если нет духовника, то лучше с тем священником, кому вы очень долго исповедуетесь. Придите в храм, выберите из тех священников, которые там служат, какого-нибудь одного батюшку, чтобы он знал уже ваши недуги, ваши проблемы, и начинайте с ним вести такой духовный диалог. И когда вот этот покаянный духовный диалог сделает вас более-менее родными, этот доктор уже будет понимать, что в вашей душе творится, какими страстями, пороками вы страдаете и в чём вы нуждаетесь. Нужна ли вам аскетика, такая ли нужна, может быть, что-то свое снять, может, чего-то там добавить. Но опять же, мы не будем говорить про аскетику, о которой человек читает в книжках, почитал Киево-Печерский Патерик или Афонский Патерик, и всё, пошёл монахом афонским становиться. Вот это, наверное, немножко преждевременно. Надо начать всё-таки с арифметики. Арифметика говорит о том, что регулярно ходить на исповедь, регулярно причащаться, и постараться установить такие доверительные отношения с каким-нибудь священником, который в дальнейшем сможет что-то вам лично порекомендовать, либо, наоборот, что-то сверх того, что вы взяли на себя, что-то, наоборот, убавить. Потому что помню, что была у нас одна женщина, ей пришлось правило сокращать, так как у неё на молитву уходило 9 часов в сутки. Ну вот это я не думаю, что от великой любви происходило, скорее всего, от какого-то непонятного заблуждения. Потому что там услышала по телевизору, что батюшка то сказал, здесь по радио услышала, что батюшка то сказал, там в газете написали, что батюшка благословил вот эту молитву читать, ну и всё там, что батюшки наблагословляли всему свету. Вот человек собрал в одну кучу, и получилось такое 9-часовое правило. Конечно, у человека не на жизни оставалось, и когда у него уже с головой начались проблемы, он пришёл советоваться к священнику. Поэтому лучше посоветоваться до того, как проблемы начнутся, правильно, лучше посоветоваться и то, что вы считаете аскетикой, совершать под руководством и наблюдением опытного священника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok